МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новина региона. У студии Алена Милищанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Для подрыхтовки жилфонда и объектов теплозабесточения до зимового периоду застався месяц. Обновленная шаша повеличит пропускную махчимость на 30%. Ранее из запланованных терминов плануется увести участок обновленной Минской шаши. Уникальное представление. Одинная узвязь трассированные бобры выступают перед могилевчанами. Месяц застався для подрыхтовки жилфонда и объектов теплозабеспечения до зимового периоду. Усё лето по шпарты готовности повинны быть подписаны до 1 вересня замест традиционного костричника. Як подлумачили у областного управления жилево-коммунального спадарки. Ранние термины дают больше махчимости. У своечасово выправить недопрацовки до початку отепляльного сезона. Установка котлов на Дрансе – один из головных пунктов подрыхтовки до зимы. Каля 80% котельных в области могут працавать на мясовых видах палева. Что дозволяя экономить. На приклад летость зэкономили больше за 18 тысяч умолных опалева на 8 миллионов рублёв. Во-первых, это импортозамещение, то, что мы не используем импортный российский газ. И второй фактор – это то, что котельные, прежде всего, которые работают на щепе, они процентов на 15 себе стоимость ниже, чем котельные, работающие на газу. Внедряя эти мероприятия, мы снижаем затраты и тем самым сдерживаем рост тарифов для населения. Ещё важная работа теперь – это замена старых помпов, оптимизация схем теплозабеспечения, что так само дозволяя экономить ресурсы. Есть большое количество котельных, которые отапливают либо один дом, либо один объект социального назначения. Мы такие объекты переводим либо на котельные на газу, на котлы на газу индивидуальные, либо планируем устанавливать электрокотлы. Таким чином летость выявили и зачинили 18 неэффективных котельнях и ликвидовали 27 километров старых теплотрас. Катярына Градницкая, Виталь Вопси, Новины Региона. Участок обновленной Минской шаши на уезде у Могилёву ведут устрой ранее запланованных терминов. Работы завершаются амально погады раней. Засталась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрыття. Нанесение разметки и уезд в областный центр станет соправдным упрыгоживанием Могилёва. Уязные вороты Могилёва – визитока и первое уражение для гостей. Город, примая повольной и комфортной яздой, это выник селетней реконструкции участку дороги до уже нею 2120 метров. Шаша поширылась на 2 метры, теперь идёт укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрыття. В итоге будет уложено порядка 25 тысяч тонн асфальтобетона. В том числе верхний слой асфальтобетона у нас будет выполнен жесткий слой, при этом он будет гибкий, высокощебёнистый и износостойкий материал. Уложено около 10 тысяч метров погонных и бортовых камней. На всем участку установлены новые лихторы. Сгодно проекта побудованы пешеходные и велодорожки. На всех работах засвоено 5 миллионов рублей. Коли будовнейшие работы завершатся, на дорогу нанесут разметку. Тут будет три полосы. Плануется, что обновленная США повеличить пропускную махчимость на 30%. На уезде у областный центр сбоку столицы Магилючаны и гостей города будет сустракать арка. Я на стане финальным элементом ансамблю уязных ворот. Будовники уже выполняют работы по армированию. Это будет сбудование вышинёй как 5 поверховка. У худким часе будовники приступят до бетонирования на фундаменты колонны поедзе 130 кубометров бетона, а на всю арку – 1300 кубов. Попереднее узведение арки завершать до конца года. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, Новина региона. Два человека потанули за минулые выходные у водоёмов Могилёвской области. У областного центра с Днепр самостоянно не с долей выбраться рыбак. Специалисты лечат, что до этого провело порушение мер безопасности на воде. А в Могилёвском районе у воде загинула женщина. Воротовальники высветлили, что она купалась в стане алкогольного опьянения. Дарыши, это одна из основных проблем, означает у товарысты и вартования на воде. Вот при купании, если у нас водонуло 11 человек, то 10 человек были в нетрезвом состоянии. Это уже говорит о том, что вошли в воду в таком состоянии, в котором никак нельзя было. Только за минулый тыдень у водоёмов в области потанули 5 человек. Трое из их находились в стане алкогольного опьянения. В ближайший час синоптки обацают жаркое и сухое надворье. Как следствие, повелишится колькасть сжадающих покупаться. В связи с этим воротовальники настойливо выраять, выконывать правила по воде на воде. Не покидать без нагляду детей, купаться только у отведенных для этих местах. Кажаны летают по квартирах. С этим сутукнулись жахары дома номер 13 по улице Маучанска в Могилёве. Некольки разов ночи у дом проезжали воротовальники и одловили некольки десятков крылатых истот. Але никто не ведая, кольки особен яшы засталося. Что з ними робить, паколь пылного отказу нема. Про то, что у квартирах пачали з'являться кажаны, жахары дома номер 13 по улице Маучанска в Могилёве поведомили у 14-е ЖУ, на обслугову ніякого знаходится дом. Каммунальники обследовали шмат поверховку. Оказалось, что лятучая мыши живуть у вентиляционной шахте. У ваход у гняздо запенели. Ночу крылатые истоты пачали лезть у квартиры прас вентиляцию и усе иснуючая диры. Воротовальники проезжали некольки разов и одлавливали кажанов. На пытание, что робить со статнями особенными, у инспекции аховы живельного и рослинного свету отказали. Гэта не их профиль дейнасти. Уже у 14-м поведомили, что зверталися у санстанцию, але там отказали. Калі отручвать ночных представников фауны, пах по доме будзе стоять яшче той. И по коль же храм дома приходится чекать чергового визиту ночных гостей у их квартиры. У областным центры пройшов Могилёвский этап супермарафона «За мир» и «Сябруство». Яху организатор и один иудельник – украинский спортсмен-колясочник Дмитрий Васильцов. На своем хендбайку он плануя проехать 1100 километров от Украины до Литвы. Маршрут Дмитрия проходит прас усю Беларусь. Промоцную волю и метанакерованность – наш наступный материал. Усім своим життём Дмитрий Васильцов доказывая, для чалавека нема обмежаванных махчымыстёв. За плячыма спортсмэна – 27 марафонов на инвалидной колясце. Кожны – па 42 километры. Дмитрий тройчы становіўся шэмпіоном Украины ў гэтым виді спорту. Хендбайк даў спортсмену махчымысь удзельничыць ў супермарафонах. Перш адбылся ў 2015-м. Два годы тому Дмитрий пероадолів 550 кілометрів. Стартоваў з родной шостки. Коншатковой кропкой марафона «Замір ісяброўство-1» стал Могилёў. Всё лето маршрут подолжився удвоя. Принцип управления, как в велосипеде. Просто вы педали крутите, а тут руками всё. За счёт рук крутишь, переключаешься. С горки, скорость большая, на горку ползёшь, а черепаха. Ну, в общем, средняя выходит. Сколько вы жыць можете из него? Ну, разгонял я, по вашим горам, 57. Да. Это, то есть, ну, быстро едет очень, как велосипед. На маршруте Дмитра супроводжае волонтёр Андрей Володзин. Кажа, люди позитивно реагуюць на незвычайного спортсмэна и яго хендбайк. Все приветствуюць. Прёсто приятно во время движения. Кто по сигнале, кто варейкой поморгает, кто даже останавливается, снимают на видео, кто фотографирует. Ну, вот, в общем, сплошный позитив. Головная мета-марафона – притягнуть увагу громадства до проблем людей с обмежеванными махчимостями. Пеш за всё – до поширения и развития безбарьерного асяродя. Тысячу сто километров Дмитрий Васильцов планует переодолить. За десять дзен. Ирина Брадзиловская, Юра Авласу, Новины региона. З гитары на рыбалку. Восьмый раз в берах Чигиринского водосходящего с устрока в великую бард-рыбалку. Четыре концертные пляцовки, конкурсы, спа-борниства, рыбная ловля и её логичный протяг Духмяна Юшка и зрозумела добрый настрой. Сё литовьёсцы Грудичина собралися як аматы рыбардовской песни, так и прихильники активного отпочинка с Беларуси, России, Украины, Латвии, Эстонии, Польши и навод Китая. За восемь год бард-рыбалка со свято-активной гадпочинкой и бардовской песней первотворилась у визитовку Могилёшшины. Самая главная наша задача – это сделать фестиваль всё-таки разноплановым и в культурном отдыхе, и в плане развлечений, и в плане музыкальной программы, чтобы она была интересной, насыщенной, чтобы у нас не было скучно, чтобы мы дарили людям хорошую энергию и хорошее настроение. Якая бард-рыбалка без концертов. Всё-летний фестиваль на же трёх пляцовках объеднала выканавцев с десяти краин. Я впервые попала на бард-рыбалку в прошлом году. Мы не на весь фестиваль попали, а мы с группой выступали с концертом в Гомеле, и после этого приехали сюда. Нас очень тепло приняли и позвали и в этом году тоже. Мне в этом году не хватило конкурса по приготовлению ухи, в котором я участвовал тот раз, и занял третье место Борис Аскаревич Гордан и давал приз. Что изменилось в лучшую сторону? Да, практически всё. Во-первых, четыре площадки, на которые проходят концерты, это очень важно, потому что я считаю, что артист должен ходить к зрителю, а не зритель к артисту. Это моё такое правило. Палаточный лагерь так классно устроен, что к нему надо приходить и там петь песни. Как кажуть, не с певыми одинами. Кермаш народных майстров, юшки на любых уст, а для аматоров пары – некольки десятков лазнев. От сауны на колах до лазни по-шорному. Фестиваль очень нравится. В этом году уже как бы на третьем присутствую, да, в Могилёве, в Кишинёве было. И вот приехал к вам, больше всего понравилось. У вас погода, прям воздух такой, дышится хорошо у озера, очень прекрасное. Сотни литров юшки, десятки яскравых выступлений и позитив ваусим. За три фестивальных дни на Шагиринском водосхове ще побывали каля 5 тысяч человек. И еще больше цикавого про великую бардры балку глядите 9-го жнивня на телеканале «Беларусь-4 Могилёв». У программе специальный репортаж. Павел Савицкий, Александр Тарасов, Новины региона. А могилевчане убачили одних у свете дрессированных бобров. Уникальное представление показали артисты цирку, что в гэтые дни гастролюя у областным центры. Наши корреспонденты так само убачили незвычайное шоу и подсекавилися, як рыхтуют живел до выступлений. Вядомо, что бобры амаль не поддаются дрессуры. До того ж, працавать с ними небеспечно для життя. Один неправильный рух и можно отрымать серьезную травму и навод трапить до хирурга. Али дрессировщики, знаешь ли, под иход и до бобров. Мы просто подстраиваемся под их природные какие-то навыки, чтобы их не насиловать, не заставлять ничего. Мы смотрим во время игры с ними, что им нравится. И те трюки закрепляем в виде клоунады, репризы. Я их научил преодолевать какие-то препятствия. Как вот собачки через барьеры прыгают. Кто-то проползает, кто-то прыгает. По каким-то лесенкам сбираются. От куль же берутся бобры у цирку. Их выкупают у пляуничих. Здараются, что по весне малых бобрынят, вымываясь хаток, их знаходят на узбережах. А вось от маленькой фроси отмовилась мать. Циркачы гадуют живелу, и худко я набуде выступать на манеже. Бобры – цирковой ноу-хау, а вось коне – классика. Первый цирк начинался минавито с верховой язды. В 1780 году в Лондоне зарабили манеж диаметром 13 метров. Таким он застается и пасення. Только по таким коле конь может бегче галопом, так, как артист мог выконовать акробатичные труки. И навык танцевать, как рабила гэта заслуженная артистка России Ирина Мозель, чая цирковая династая пачалася больше за 100 годы тому. Звучки своих напарников я надобра ведая. Дякую чашматгадинным репетициям техничный выверенный номер переутварается у маленький спектакль. Тон перфомансу задае и барабанный дробь подчас складанного трука, и одинокий промень прожектору, без якого выступление поветренных гимнастов не было б таким видовешным. Алена Соловьева, Виталь Алексеенко, Новины региона. И про надворье перши тыдень жнивня. Падарать могилючанам долга чаканая лета. Буде и спекая, и чистая блакитная неба, и местами летняя дажжи, ствержаецю областным ядраметы от центры. Уже на уторок перши жнивни синоптики обвешают оранжевую взровень небеспеки из-за высокой температуры. Чакается переменная воблачность, перважно без опадков и слабый ветер. Уначе слупок термометра буде вагаться у межих плюс 16, плюс 21 градус. Зато и у день спекотно плюс 27, плюс 30. Местами плюс 34 градусы. Так само ж буде и усераду только с ветром, ягу порывы будут досягать 15-20 метров за секунду. Учать верх, сгодно по передней информации, максимумы короткочасовые опадки. А у пятницу знов порывы ветру и короткочасовые дажжи и на вальнице. Местами на Вадград. Але ж температурный режим у день амаль не изменится. Так само шыкается плюс 27, плюс 31. Опадки еще затримаются и на субботу, але у неделю знов без дажжоу. И температура по ветру у межих 24-29 со знаком плюс. Уси самая цікавая новина про життя Могилевской областя на нашем сайте tvrmogilio.by А я на этом з вами раз витвуюся. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!